Начнем с главного. Сегодня начал действовать новый регламент работы сотрудников ГИБДД. Его уже бурно обсуждают в соцсетях. Водители пугают друг друга тем, что теперь у инспекторов развязаны руки. Что изменилось и стоит ли переживать по этому поводу, разбиралась Анна Княжева. Для какой цели? Что для какой цели? Для какой цели документы? Сначала водитель отказывается показать документы, потом начинает требовать их у инспектора. Должны быть у вас законные... Во-первых, законные причины остановки. С подобным отношением сотрудникам ДПС приходится сталкиваться часто. Юристы-любители подробно рассказывают инспекторам, как нужно себя вести и отказываются выполнять законные требования полицейских. Конфликтные ситуации с водителями в основном с молодежью бывает. То есть возраст от 30 до и дальше не так конфликтный. Теперь подобные споры уйдут в прошлое. В силу вступил новый регламент для сотрудников ГИБДД. Согласно этому документу, инспекторы вправе останавливать машины в любом месте, а не только на стационарных постах. Также закон обязывает водителей передавать удостоверения и документы на машину в руки сотрудника ДПС. В соцсетях эти поправки уже успели истолковать по-своему. В одном из популярных тюменских пабликов написано, например, что теперь засады в кустах якобы легальны, а инспекторам можно курить. Любой полицейский, находящийся в форменной одежде, это в первую очередь этикет. Правильно? Правильно. Не будет там в лицо дымить водителю сигаретами. Вести себя неподобающе. Тоже не надо перегибать палку со стороны граждан. Панику, шум такой подняли. Волноваться стоит в первую очередь тому, кто нарушает закон. К тому же сейчас водителям официально разрешили снимать действия инспекторов на камеру. Начальник областной госавтоинспекции Михаил Киселев уверен, что это положительно скажется на работе его подчиненных. А вот другой пункт регламента не так однозначен. Отныне ГИБДД не выдает справок о дорожно-транспортных происшествиях. Вся та информация, которая ранее содержалась в справках о дорожно-транспортных происшествиях, сейчас будет указана в процессуальных документах по данному ДТП. То есть будет отражена в протоколах, в постановлениях, в определениях. Как отреагируют страховые компании на такие поправки, пока неизвестно. Еще одно изменение касается фото- и видеофиксации. Теперь устанавливать камеры можно рядом с временными знаками. Правда, проблема заключается в том, что временные знаки устанавливают дорожники и не всегда успевают их вовремя убрать. Анна Княжева, Сергей Жернаков, Тюменское время.